Телеканал КРТ представляет Меня всегда умиляло это свойство записных революционеров. Не обладая никакой реальной властью и ресурсами, говорить так, как будто они уже на троне и за ними стоят многочисленные дивизии и танковые корпуса. Так-то. Суверенитет и независимость Беларуси украинские депутаты уважают, а суверенитет и независимость Украины, судя по всему, нет. Иначе как объяснить демонстративную попытку испортить отношения с пятым по объему товарооборота партнером нашей страны в угоду кураторам из западных бэк-офисов? Теперь при слове «новичок» бюргеры начинают бояться, неистово топать ножками и требовать расплаты с кровавым диктатором. Какая неожиданность! Людей, пытавшихся незаконно пересечь границу, арестовали за попытку незаконного пересечения границы. Невиданная жестокость. Просто садизм, я бы сказал. Ведь нигде в мире за такое не арестовывают. Это сарказм, если кто не понял. Здравствуйте, уважаемые зрители! После непродолжительного перерыва международная панорама возвращается. На сей раз на просторы видеохостингов и экраны ваших компьютеров не подвластны бдительному оку государственных цензоров. С вами Данил Богатырев и мы начинаем. Для начала хотелось бы сказать пару слов о том, почему международной панорамы и других передач нашего канала КРТ так долго не было в эфире. Все дело в том, что решением надсовета по телевидению и радиовещанию канал был лишен лицензии на трансляцию в спутниковых и кабельных сетях. Руководство и коллектив КРТ считают это решение незаконным, а потому 5 августа канал подал заявление в Государственное бюро расследований по факту совершения надсоветом по телерадиовещанию преступлений при рассмотрении вопроса о продлении лицензии телеканала КРТ. А именно, препятствование журналистской деятельности, статья 171 УК Украины, злоупотребление властью и служебным положением, статья 364 УК Украины, с оставлением и выдачей должностным лицом заведомо ложных официальных документов, статья 366 УК Украины, Государственное бюро расследований перенаправило заявление в Национальное антикоррупционное бюро. В настоящее время по иску КРТ к нацсовету возбуждено два дела. Оба были открыты по решению суда. Готовится ходатайство об объединении этих двух дел в одно производство с рассмотрением в общем порядке с вызовом сторон. Мы будем информировать наших зрителей о ходе судебных тяжб. Надеемся на скорое возвращение лицензии. А пока просим поддержать наше видео просмотрами, подпиской и лайками. Переходим к основным темам. С момента нашего прошлого выхода на экраны, с первых полос отечественных и мировых СМИ не сходила ситуация в Беларуси. 14 сентября в Сочи в резиденции Бочаров-Ручей состоялась встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Многие постсоветские и западные политические аналитики ожидали от этого мероприятия сенсаций. Так в прессе звучали предположения, что Путин дожмет Лукашенко по союзному государству. И первая после выбора встреча двух президентов станет прологом к постепенному слиянию России и Беларуси, созданием неких наднациональных структур управления и передачей им части белорусского суверенитета. Подобные предположения основывались на том, что в условиях продолжающейся волны протестов, поддерживаемых с Запада, и нежелания Лукашенко следовать примеру Виктора Януковича, позорно оставившего свой пост, батька утратит всякую возможность лавировать между Россией и Западом, окончательно отдав предпочтение восточному вектору. В целом, такое объяснение соответствует действительности. Однако на встрече в Сочи Лукашенко и Путин воздерживались от сенсационных заявлений, вместо них сосредоточившись на вопросах экономики, политических реформ и безопасности. Так, главным итогом встречи стало выделение Беларуси полутора миллиардов долларов для поддержания экономики в условиях пандемии и экономического кризиса. Как заявил Владимир Путин во время совместного с белорусским коллегой общения с прессой, цитата, «Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит полтора миллиарда долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне». Комментируя выделение этих средств в Беларуси, стоит отметить, что часть из них будет направлена на рефинансирование ранее предоставленных кредитов. Проще говоря, большая часть предоставленных денег пойдут в счет от срочки выплат по ранее взятым долгам. По оценкам специалистов, живыми деньгами Беларусь получит от 300 до 400 миллионов долларов. Впрочем, для страны с 9-миллионным населением и это весьма неплохо. По итогам встречи двух президентов стало понятно, что в Москве поддерживают конституционную реформу в Беларуси. Как заявил по этому поводу Владимир Путин, «Мы за то, что беларусы сами, без внешнего давления, решили, как выстраивать свою работу дальше. Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Это своевременно, целесообразно. Уже соответствующая структура создана во главе с зампредседателя Конституционного суда. Знаю ваш политический опыт, уверен, что работа будет организована на самом высоком уровне». Это заявление весьма симптоматично. Оно дает ключ к тому, как в Кремле видят выход из беларусского политического кризиса и дальнейшую интеграцию двух стран. В России понимают, что ситуация, когда позиция беларусской стороны зависит только от воли своенравного Лукашенко, это потенциальная угроза союзному государству. Несмотря на то, что сейчас политическая обстановка делает невозможным его разворот в сторону Европы, нельзя исключить, что в будущем беларусский лидер вновь попытается играть в многовекторность. Поэтому Москве выгодно создавать в Беларуси мощные парламентские институты с пророссийскими партиями, а также закрепить в ее будущей Конституции курс на интеграцию в союзное государство. Вероятно, когда проект новой беларусской Конституции будет обнародован, в нем мы увидим эти предложения в той или иной форме. Вот что он заявил. По обороне. Мы с вами, как люди, собачиться можем по любому поводу. Но оборона и безопасность никогда не вызывала у нас сомнений. Мы ни у кого не будем спрашивать, проводить учения или нет. Кто хочет, пусть присоединяется. Мы на годы вперед должны спланировать малые и большие учения. Но зачем бряцать гусеницами возле границ союзного государства? Нам не надо допустить ошибок Великой Отечественной войны. Из прочих договоренностей, достигнутых на встрече, следует отметить, что Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса. Она уже начала участвовать в последней стадии испытаний препарата. Это обстоятельство позволит нивелировать упреки в адрес Лукашенко о том, что отказавшись вводить жесткий карантин весной, он якобы поставил жизни белорусов под угрозу. А пока в Сочи Путин и Лукашенко договаривались о реальной политике, в мире политики виртуальной продолжался бесконечный круговорот воображаемых перемог и вполне осязаемых зрад. Так, Светлана Тихановская, которую на прошлой неделе Сейм Литвы признал национальным лидером Беларуси, подала голос из-за границы и заявила следующее. Цитата. Меня всегда умиляло это свойство записных революционеров. Не обладая никакой реальной властью и ресурсами, говорить так, как будто они уже на троне и за ними стоят многочисленные дивизии и танковые корпуса. Впрочем, не стоит придираться к словам подобных персонажей. Они не более чем куклы-перчатки западных кукловодов с рукой мирового финансового глобализма, торчащей из известного места. В том же формате виртуальной политики выступил на днях и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. С трибуны Европарламента он заявил, цитирую, «Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины». Только после того, как в зале начал раздаваться смех, Боррель поправился. «Конечно Белоруссии, безусловно Белоруссии, о чем я только думал». Крайне симптоматичная оговорка. Европейские бюрократы не видят разницы между Украиной и Белоруссией, так как в обоих странах цель у них одна – превратить эти государства в рынки сбыта для товаров, произведенных в ЕС, и устранить все более-менее технологичные производства, чтобы они не составляли конкуренцию европейским производителям. В Украине эта цель уже достигнута, а Беларусь в руки европейских доброжелателей пока не дается. Отсюда и заявление о нелегитимности Лукашенко, который, в отличие от громко повизгивающей из Литвы Тихановской, продолжает контролировать силовую и административную вертикаль в Беларуси. Не отстают от европейцев и отечественные депутаты. 15 сентября Верховная Рада 228 голосами приняла постановление, в котором выборы в Беларуси названы несвободными, нечестными и неотражающими волеизъявления граждан. Кроме того, в постановлении слуги народа выразили поддержку введению санкций ЕС против белорусского руководства и потребовали освобождения всех без исключения задержанных протестующих. Вышеописанный демарш против официального Минска в поддержку Польши и Литвы увенчала циничная попытка сгладить углы. Цитата «Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела». Так-то. Суверенитет и независимость Беларуси украинские депутаты уважают, а суверенитет и независимость Украины, судя по всему, нет. Иначе как объяснить демонстративную попытку испортить отношения с пятым по объему товарооборота партнером нашей страны в угоду кураторам из западных бэк-офисов? В последние годы Беларусь оставалась одной из немногих соседних стран, с которыми Украина не побила дипломатические горшки. Сегодня ее из этого списка можно вычеркивать. А главное, делается это в ущерб экономическим и даже политическим интересам Украины. Под угрозой оказывается один из немногих оставшихся рынков сбыта. В ситуации в Беларуси и ее взаимоотношениях с Россией нам поможет разобраться политический аналитик Сергей Вазовский. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Каковы ваши впечатления от недавней встречи Путина и Лукашенко в Сочи? Чего вы ожидали от нее и оправдались ли эти ожидания? Как вам ее результаты? Ну, так сказать, чтобы я от нее чего-то ожидал, так не ожидал, поскольку большее наши ожидания связаны с тем местом, где мы живем. А это, ну да, так оценивается со стороны, как и что. В целом, совершенно прогнозируемые и ожидаемые результаты, поскольку среди этих двух человек не было ни одного с, скажем так, с психотипом нашего беглого президента, который бросил все и побежал. Лукашенко и раньше говорил это, а сейчас он наявно это подтвердил, что в его понимании президент – это человек, который готов с оружием в руках умереть за свою страну, но не прогнуться и не бежать. То, что мы потихонечку раскрывается, вот, например, сегодняшняя информация, которая поступила, это знаменитая организация USAID. Сейчас обнародовали документы, которые явственно говорят о том, что с 19-го, даже с 18-го года начали проходить обучение белорусские активисты в соседней Литве, там они проходили обучение, а уже в 19-м году были расписаны бюджетные статьи, которые включали в себя ивенты, то есть события и логистику, связанные с событиями в Беларуси. То есть они планировали это. Конкретно с протестами. Да, конечно. То есть это не то, что там девочки вышли с цветочками, там, песню спеть, я вчера, кстати... Но и это мы их тоже обучали. Да, конечно, да. Сегодня опубликовали очень интересную новость из телеграм-канала Некста, который координирует протестующих. Там был список предприятий, которые забастовали. Все это были частные предприятия, но я посмотрел и посмеялся. Кофейня такая-то, парикмахерская такая, какой-нибудь там еще сигарный салон, какая-то еще фигня, мелкие предприятия. А знаете, как они бастуют? Как? Ну вот я был в Израиле, и там в Хафе есть даунтаун, где арабы торгуют. И вот в какой-то день, а там, ну если хочешь купить свинину, так надо пойти в даунтаун, потому что наверху ее не купишь. Ну и поэтому там какие-то контакты есть с этими арабами были. Арабы продают свинину, мусульмане. А там не только же, нет, арабы же есть православные. А кстати, когда, если уже об этом речь, когда готовилось постановление правительства о том, что запрещено будет выращивание свинины на территории Израиля, на святой земле, то датишные, датишные это значит верующие там живут. Кибуц сказал, что если такое решение будут применены, то они перейдут в православие. Так что вера-вера, деньги-деньги. Вот. Так вот я по поводу забастовок. И в очередной раз мы приезжаем там мясо на шашлыки взять. А это говорит, возьмите больше, потому что праздники, а мы начнем бастовать. Я говорю, тебе это нафиг нужно, чего ты бастуешь? Он говорит, ты не поверишь, ни я бы, ни кто вот из нас не бастовал бы. Но приходят вот эти активисты, говорят, завтра забастовка. Я говорю, так мне она как-то не нужна. Он говорит, тогда спали. Все. Реклама, движитель, торговый. Я думаю, что в Беларуси все-таки... Они рекламируют ему счастливую завтрашнюю жизнь, если он не пойдет бастовать. Точно так же в Беларуси зашли вот эти вот ребята и сказали, так завтра закрываемся. Они говорят, я не хочу. И тогда закроем навсегда. Я думаю, что в Беларуси все-таки такой сценарий невозможен принудить. Сто процентов. А у нас кто? Ну там МВД работает как-то. Как-то. Если бы работал... Лучше, чем у нас, я думаю. Если бы работал полноценно, то не было бы просто этого всего. Знаете, я когда-то с начальником безопасности, который был при Кучме, я говорю, ну уже когда все это случилось, Майдан это первый. Я говорю, ну а как вы профонарили это все? Как можно было? Он аж подпрыгивал. Говорит, кто профонарил? Да я каждую неделю вот такой тон клал на стол в Кучме. Где какие лагеря? Кто обучает? Какая программа? Откуда финансы? Полностью все. И каждый раз я слышал начипаты. Ведь помните же совсем недавно, буквально весной, даже в начале лета, было такое заигрывание с батькой, западный ветер подул. Пожалуй, вот эта вот фраза начипаты, это главный вывод из сегодняшнего разговора. Спасибо вам за беседу, Сергей. В гостях у меня был Сергей Лазовский, политический аналитик. По свежепоступившей информации, также добавим, что прямо в момент записи этой передачи Европарламент проголосовал за экономические санкции против Беларуси. Навальный встал с кровати. Навальный сделал первое селфи после выхода из Комы. Навальный написал первый пост в соцсетях после отравления. Такими заголовками пестрили на этой неделе ведущие мировые СМИ. Вот, например, как трогательно описывало пробуждение российского оппозиционера из Комы британское издание The Guardian. Цитата. Лидер российской оппозиции Алексей Навальный в своем первом публичном заявлении с момента отравления в прошлом месяце заявил, что теперь он может дышать без какой-либо внешней поддержки. Навальный, которого по утверждениям немецких властей отравили нервно-паралитическим веществом новичок, опубликовал в Инстаграм фотографию, на которой он сидит на больничной койке в окружении своей жены и двух детей. Полную сострадание и трогательных эмоций статью венчает заголовок. «Привет, это Навальный». Впрочем, в лучших традициях западной журналистики, где хорошие парни всегда должны противопоставляться плохим парням, авторы подобных заметок непременно упоминают в них происки кровавой гебни и пугающие всякого порядочного европейского бюргера слово «новичок». Информационная кампания по обвинению России в отравлении Навального в мировых СМИ набирает обороты. И несмотря на то, что оппозиционный блогер сразу после выхода из комы, после отравления сверхсмертельным отравляющим веществом, начал постить селфи, на которых он выглядит гораздо лучше, чем, скажем, выглядел отравленный в середине 2000-х Александр Литвиненко, волну обвинений и требований расследовать циничное преступление уже не остановить. Так, например, 15 сентября американский госсекретарь Майкл Помпео заявил о том, что США выступают за то, чтобы привлечь широкий круг стран к тщательному расследованию инцидента с Алексеем Навальным. По его словам, цитата, «Мы обеспокоены тем, что происходит. В связи с этим отравлением необходимо провести тщательное и полное расследование. США выступают за то, чтобы большое число стран участвовало в нем». Учитывая то, что ранее Германия отказалась передавать России доказательства отравления Алексея Навального новичком, данное заявление Помпео подразумевает только одно – провести расследование при участии западных стран без подключения к нему России с тем, чтобы в итоге объявить ее виноватой и дружной компанией ввести новые санкции. Эту гипотезу подтверждает заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, сделанное во вторник. Цитируем его слова. «С того момента, как я занял пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, я представил санкционный режим ЕС за нарушение прав человека. Совет ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального. То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен акту Магнитского в США». Таким образом, становится понятна цель информационной кампании по поводу отравления Навального. И цель – это введение новых санкций против России и сохранение старых. История с Навальным и его отравлением якобы новичком выглядит нелепо и глупо только для тех, кто до сих пор думает, что она об отце русской демократии или об отравлении, либо не отравлении, или вообще о чем-то, что реально имело место. На самом деле, это история о формировании общественного мнения. Пару лет назад западноевропейских обывателей напугали новичком, и у них выработался безусловный рефлекс. Теперь при слове «новичок» бюргеры начинают бояться, неистово топать ножками и требовать расплаты с кровавым диктатором. Это объясняет то, почему для обвинения снова решено было назвать именно этот смертельный яд, несмотря на всю очевидную нелепость такого выбора. Он просто хорошо распиарен. Ну а цель? О ней мы уже сказали – сохранение санкций и борьба с извечным геополитическим противником. Неудивительно, что в сложившейся ситуации российско-немецкие отношения ухудшаются. Так, 14 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил свой визит в Германию. Вот как прокомментировала это пресс-служба российского МИДа. Цитата. Как известно, сроки визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин, а также модальности его совместного с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом участия в церемонии закрытия в Берлине 15 сентября перекрестного года научно-образовательных партнерств 2018-2020 года были согласованы год назад. 3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Хайко Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки Сергея Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита. За чеканной дипломатической формулировкой угадывается то, что российская сторона заявила о своем нежелании полтора часа говорить с немцами об отравлении Навального. Вслед за этим в своем интервью Сергей Лавров заявил, что Запад оказывает давление на Россию, требуя признаться в случившемся с россиянином. По словам российского министра, в этой ситуации западные страны уже перешли все рамки разумного. Однако политика политикой, а экономические интересы в жертву санкционной войне приносить европейцы не желают. Отвечая на призывы отдельных депутатов Европарламента посодействовать остановке проекта «Северный поток-2», уже упомянутый глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, заявил, «Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить «Северный поток-2». Это вопрос не к ним, а к государствам-сообществам, которые этот проект продвигают». Ответ от одного из тех самых заинтересованных государств не заставил себя долго ждать. Во вторник президент Австрии Александр Вандербеллин по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене заявил, что ситуацию с Алексеем Навальным не нужно смешивать с газопроводом «Северный поток-2», потому что его строительство является сугубо коммерческим проектом. Приводим его слова. «Я лично подчеркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и «Северным потоком-2». «Северный поток-2» – это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнеров. В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос». Подозреваю, что вскоре нечто подобное мы услышим и от высших должностных лиц Германии. Ведь она заинтересована в «Северном потоке-2» еще больше, чем Австрия. Словно в подтверждение этих прогнозов, 16 сентября российское судно снабжения «Иван Сидоренко» вышло из порта Санкт-Петербург и направилось в порт «Мукран» на Балтийском море. В порту «Мукран» находятся трубы для «Северного потока-2», а также судно «Академик Черский», которое рассматривается как один из возможных укладчиков газопровода. Консолидацию судов, которые будут задействованы в строительстве газопровода в непосредственной близости от места его прокладки, эксперты склонны рассматривать как знак того, что скоро строительство «Северного потока-2» будет продолжено. Подробнее об этом поговорим с экспертом по вопросам безопасности Сергеем Шабовтой. Здравствуйте, Сергей Борисович. Добрый день. Вот, собственно, отравление Навального. Такая интересная тема. Много кто рассуждает о медийном аспекте, и мы здесь в своей передаче уже об этом упомянули. А от вас, как от эксперта по безопасности, хотелось бы все-таки услышать, А насколько правдоподобна та версия, которую выдвигают немцы, что Навальный был отравлен новичком? Что это за отравляющее вещество такое? И возможно ли им, в принципе, отравить человека так, чтобы он потом еще и выжил и постил селфи из больницы и тому подобные вещи? Ну, во-первых, я думаю, что, к сожалению, само вот название отравляющего вещества «Новичок», оно уже стало определенной притчей во языцах, потому что мы помним громкое, и, как по мне, изрядно тоже насосанное из пальца и покрыто там потом какими-то таинственными рассасываниями дело скрипалей в Великобритании. Потом мы видели еще раз несколько истерий вокруг этого «Новачка». Ну, в принципе, такое отравляющее вещество существует, и уже есть его несколько поколений, скажем так. Но ведь вопрос заключается в том, что, ну, во-первых, задача любого отравляющего вещества, которое состоит на вооружении спецслужб того или иного государства, наверное, одно из основных технологических требований его использования потом должно быть скрыто путем естественного разложения каких-то составляющих элементов, потому что в этом смысл как бы... Чтобы его не обнаружить. Чтобы его не обнаружили, да. Значит, и когда еще с времен скрипалей там звучали там сотни квадратных метров, которые просто были этим «Новачком» там залиты, куча каких-то там дополнительных жертв, там, значит, сложных удуший или еще что-то, то уже тогда, как бы, ну, наверное, думающие или, по крайней мере, знающие части экспертного сообщества было понятно, что это просто абсолютно очевидное политическое фиглярство, которое преследует определенные цели. И, скажем так, что в особенности отравляющих веществ, ну, наверное, нет там дозировок, как лекарства мы детям даем. Вот три капельки там четыре раза в день, значит, и процесс оздоровления пойдет. И вот если мы там одну каплю там этого АВ капнем, то, значит, тело будет близко к агонии, но выживет сильно покалеченным. А три капли – это уже точно будет летальный исход. Это абсолютно абсурдно, потому что по тактике использования, ну, наверное, в сфере деятельности скрытых вот спецопераций, ну, если уже дело доходит до АВ, то, наверное, стоит задача только летального исхода. Поэтому, честно говоря, выслушивать потом комментарии, как это было, кстати, с дочерью Скрипаля, что она отравилась, но не до конца, поэтому она осталась в итоге там в здравии сразу. Так и он же отравился не до конца. Но он тоже отравился не до конца, но он как-то вот сильнее отравился не до конца. А бедную кошечку сожгли. Да. Поэтому, ну и плюс, давайте откровенно говорить, ведь мы же давно не можем вырвать фигуру Навального из вот того политического контекста, в котором он всегда где-то, значит, находится. Это абсолютно отработанный, отработанный не в плане уже до состояния шлака, а отработанный с точки зрения как раз полного взаимодействия и согласия на любую провокативность его стороны, участие в том или ином фрагменте, фигура, многократно повторенная, скажем так, в разных хипостасях внутри самой России. И поэтому, честно говоря, ну когда вдруг прозвучало вот заявление о том, что он в аэропорту Омска отравился сначала, потом, значит, вот больница госпитализировала и никого к нему не подпускала. Кстати, с точки зрения самой полиции, медицины и больницы, ее действия как бы, ну значительно более логично объяснимы. Но было бы странно, что если человек там в состоянии комы и все очень плохо, и в этот момент к нему запускается масса репортеров там и прочего бреда, но это было бы вообще непонятно. Естественная постановка под сомнение качества этой и чистоты объективности заключений вот медиков российских, понятно, что они должны быть только заангажированы в пользу власти там Путина, ну и дальше все по сценарию. Те же немецкие врачи, которые в свое время точно так же трогательно и нежно, значит, осматривали, ощупывали нашу Юлию Владимировну. Ющенко еще до этого. Ющенко, да, ну тут целая цепочка. Вы знаете, я сегодня, ну вот мы обсуждали там, вот из свежих новостей, которая вот упала. Самое удивление, что тем же бортом, которым, значит, Навального доставляли так трогательно и лично госпожа Меркель там контролировала этот процесс и как у нас министр Степанов, там, значит, сначала Лешко делал эти все заявления, потом Степанов, министр здравоохранения, а в Германии целая Меркель, она вот начала делать заявления, комментарии по поводу того, что да, Навальный отравился, мы вот тут санкции и так далее. Но этим же бортом сегодня в Берлин доставлен Кернес, наш мэр Харькова. Для наших зрителей я напомню, что Геннадий Кернес предположительно болен коронавирусом в тяжелой форме и поэтому его доставили в Германию на лечение. Кстати, это для тех, в ком осталась еще хоть какая-то вера в отечественную нашу медицину, мы понимаем, что все люди, которые финансово способны и, значит, спроможны, они, к сожалению, заказывают себе борта и они улетают отсюда. Они понимают, что здесь они не могут получить того медицинского гарантийного обеспечения. Поэтому я думаю, что все-таки саму ситуацию с отравлением Навального есть смысл рассматривать в значительной, в большей степени, в политическом ракурсе. Это очередной провокативный инструмент, он уже ложится, скажем, в русло целой многолетней стратегии по отношению к России. Опять же, понятные нам призывы тут же немедленно усилить к санкции и так далее, и так далее. С этим тут же уже связывается Северный поток-2. Я как-то невольно оцениваю глобальные проекты, которые предопределяют определенные экономические события, ощутимого такого масштаба в Западной Европе. Заинтересован очень позицию в том, чтобы этот проект не состоялся со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот как-то эти пазлы значительно более удачнее и очевиднее складываются, чем вот эта вот версия про тот самый новачок. Тогда задам следующий вопрос. Если в России и руководство, и очевидно, ну медики здесь не при делах, вот руководство знало конкретно, что такая политическая обстановка в мире, почему же они не настояли на проведении анализов и какого-то освидетельствования совместно с немцами прямо там, где он якобы был отравлен, то есть непосредственно в России? Почему этого не было сделано? Для того, чтобы исключить возможность дальнейших провокаций. Ну, к сожалению, я думаю, что здесь в изрядной степени сыграло роль то, что родственники окружения Навального, они абсолютно как раз настаивали на сценарии, когда Россия будет абсолютно исключена из круга лиц допущенных, скажем, вот к оценке качества экспертизы. И поскольку в основе, я повторюсь, все-таки лежал политический ангажемент, то было бы невыгодно, как мы понимаем, прибытие, потому что я думаю, что вот при таком коллегиальном подходе, но на территории российского медицинского учреждения, вероятнее всего, уже рты, наверное, так не открылись бы хором, со словом новичок на губах. Поэтому это политика, и она грязная, к сожалению. Мы же ведь видим и понимаем, что сил, которые сегодня... Я абсолютно вот это обострение, потому что оно настолько было уместным по времени и вот по адресации именно к проекту «Северный поток-2», чтобы все-таки понимать, что отрабатывался бы только тот сценарий, который максимально соответствовал бы его заказчикам. Следовательно, это изоляция в Западную Европу, там, где вот к этому уж подступиться и подкопаться намного сложнее. Так какова же будет, по-вашему, судьба «Северного потока» в итоге? Вот говорят, что уже концентрируются там суда «Газпрома», которые могут быть использованы для его достройки. Что будет с ним дальше? Ну, я вам, первое, скажу, что у меня малейшего не возникало сомнения в том, что этот проект будет реализован в полной мере. Но давайте... Я прекрасно понимаю, что и финансы Германии настолько значительно вложены в этот проект. И столько лет господин Шрёдор именно возглавляет, скажем, в касте председателя наблюдательного совета. Это же о чём-то говорит. Германия невероятно заинтересована. Мы-то с вами, Данил, эту старую материалистическую формулу не снимаем со своего вооружения, что политика есть концентрированное выражение экономики. И на сегодняшний день, даже через десятилетия, самой глобальной, фундаментальной темой является как раз тема энергоносителей. И она не имеет очевидных каких-то замещающих или компенсаторных решений на сегодняшний день. И пока нефть остаётся одним из самых главных, скажем так, решений. Поэтому и вопросы нефти, газ, они предопределяют, скажем, будущее. И в том числе, в отличие от Украины, которая медленно умирает в злыдних и разрушаемой промышленности, Европа, она при всем этом усилиет свой промышленный потенциал. И, скажем, тот экономический, не экономический, а энергетический голод, который Европа испытывает, для неё это очень глобальный проект. Поэтому я ни разу не стал под сомнение. И если мы говорим о использовании Навального как создание некой правоохранительной схемы, которая должна была, может быть, на что-то повлиять, то мы прекрасно понимаем, что это не есть результат какой-то мощной, целенаправленной политики той же Германии или ещё что-то. Ну и многие заявления Меркель, она всё-таки очень мудрый политический деятель. И то, что она, наверное, там заявляет и говорит, мы же понимаем, но это то, что надо как бы делать, то, что должно присутствовать какой-то антураж вот её деятельности именно как, значит, мощного европейского политика. Но не более того, каждый раз она абсолютно последовательно защищает в первую очередь интересы крупного капитала Германии и тем самым перспективу своей собственной страны. Спасибо вам за беседу, Сергей Борисович. В гостях у меня был Сергей Шабуфта, эксперт по вопросам безопасности. Неизменно актуальной темой в области международной политики остаётся американо-китайское противостояние. В последние две недели оно проявило себя в основном в информационном пространстве. Однако идущие сейчас информационные кампании и сделанные сейчас заявления в будущем могут иметь вполне конкретные политические последствия. Основной нарратив западной пропаганды в отношении Китая на протяжении многих лет остаётся неизменным. Он состоит в осуждении Пекина за якобы нарушения прав человека и требовании введения против КНР вполне конкретных экономических ограничений за эти абстрактные и труднодоказуемые нарушения. Так, 15 сентября журналисты американского информационного агентства CNN Женева Сенс и Бен Вескот разродились статьей под названием «Администрация Трампа запрещает ввоз некоторых китайских товаров из Синьцзяня по подозрению в использовании рабского труда при их производстве». Как значится в публикации, в понедельник администрация Трампа ввела новые ограничения на импорт в отношении китайских компаний, которые она обвиняет в использовании рабского труда, включая продукцию из предполагаемых лагерей для заключённых в западном автономном районе Китая Синьцзянь. Далее цитата. «Пять компаний или промышленных парков в Синьцзяне и одна компания в восточной провинции Аньхой, которые производят одежду, хлопок, компьютеры и товары для волос, были упомянуты в новом приказе Службы таможенного и пограничного контроля США. Один из центров профессионально-технического обучения и подготовки Синьцзяня также назван в этом приказе. Это название Пекин использует для обозначения больших лагерей перевоспитания, в которых якобы содержатся заключённые из мусульманских меньшинств, призванные присягать китайским коммунистам и используемые для бесплатного или недорогого принудительного труда на фабриках и близлежащих объектах». Компании, вошедшие в приказ Службы таможенного контроля США, лишь подозревают в использовании неоплачиваемого труда. Доказать такое использование не представляется возможным. Не то, чтобы китайцы не давали доступа журналистам к центрам перевоспитания. Напротив, в сети полно видео из них, на которых изображены уйгуры, обучающиеся китайскому языку и политической грамотности. Но для американских политиков отсутствие доказательств – не аргумент. Ведь, в конце концов, притеснение прав и свобод уйгуров используется здесь лишь как повод, в то время как цель издания подобных актов и приказов, ограничение доступа определенных китайских товаров на американский рынок во избежание их конкуренции с дорогими американскими товарами. Иными словами, под личиной борьбы за права человека и демократию скрываются самые обыкновенные протекционистские меры. Тиражирование антикитайских обвинений в нарушении прав человека продолжает другая публикация CNN под заголовком «Гонконг когда-то был убежищем от Китая, теперь активисты покидают город на лодках и бегут на Тайвань». Статья рассказывает жалобные истории о свободолюбивых гонконгерах с надеждой вглядывающихся в морскую даль в направлении острова демократической мечты Тайваня. Если вы думаете, что я преувеличиваю, пародируя излишне патетический слог публикации, то ничуть. Только послушайте эту цитату. Для Ха-Же-Юэна море, окружающее Гонконг, это больше, чем просто фон для закатов и пляжей. 73-летний мужчина считает океан своим путем к свободе средством бегства от гнета и нищеты коммунистического Китая. Далее в публикации рассказывается история группы из 12 свободолюбивых гонконгеров, пытавшихся нелегально пересечь морскую границу КНР и отправиться на Тайвань. Вот что пишет об этом СНН. Позже правительство Гонконга подтвердило, что 12 местных мужчин и женщин в возрасте от 16 до 33 лет были арестованы и теперь находятся под стражей китайских правоохранительных органов. Полиция города Шэньчжэнь, Янтань подтвердила в воскресенье, что эти 12 человек были заключены под стражу за незаконное пересечение границы и их права защищены полицией в соответствии с законодательством. Какая неожиданность! Людей, пытавшихся незаконно пересечь границу, арестовали за попытку незаконного пересечения границы. Невиданная жестокость. Просто садизм, я бы сказал. Ведь нигде в мире за такое не арестовывают. Это сарказм, если кто не понял. Для сравнения напомним, что на границе Мексики с США, по статистике ООН, ежедневно при попытке пересечь границу погибает один нелегальный мигрант. Часть из них становится жертвами огня американских и мексиканских правоохранителей. Но мы ведь знаем, что журналисты СНН ответили бы нам на это излюбленной фразой всех западных либералов. Не сравнивайте, это другое. Кстати, упоминание Тайваня в подобных жалобных историях отнюдь не случайно. Не далее, чем 9 сентября, глава Тайваня Цай Инвэнь выступила за создание альянса демократических стран для защиты свободы, безопасности и прав человека в Индо-Тихоокеанском регионе. По ее мнению, коалиция необходима для поддержания правил международного правопорядка. Выступая на ежегодном форуме по безопасности в Тайбэе, политик не стала прямо говорить, против кого направлен этот альянс. Однако прозрачно намекнула, что речь идет о Китае. Она отметила необходимость защиты демократии от авторитарной агрессии в регионе. Вот цитата из ее заявления. Пришло время странам-единомышленникам, демократическим государствам в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами обсудить рамки для создания устойчивых и согласованных усилий по поддержанию стратегического порядка, сдерживающего односторонние агрессивные действия. На форуме собралось немало иностранных экспертов и специалистов, которые сосредоточились на обсуждении текущей ситуации в регионе. Знаковым стало выступление экс-советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера, который поддержал предложение Цай Инвэнь. Американский генерал-лейтенант, в отличие от главы Тайваня, говорил вполне прямо и призвал демократические страны вместе работать против китайской агрессии. Он отметил повышенную напряженность в районе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, обвинив Пекин в использовании эпидемии для достижения собственных интересов. Реакция китайской стороны была высказана неофициально в духе дипломатической традиции Пекина. На сайте газеты Global Times, за которой стоят китайские правительственные и силовые круги, появилась заметка журналиста Хуси Джина с таким текстом. Американским официальным лицам, планирующим посетить Тайвань, следует дважды подумать. Вы должны понять вес тайваньского вопроса в сердцах китайцев. Для американцев, осмелившихся спровоцировать Китай по тайваньскому вопросу, китайский народ запомнит вас на всю жизнь. Не приезжайте больше в Китай, вам здесь не рады. Вам и вашим аффилированным компаниям придется прекратить вестись дела с Китаем и столкнуться с санкциями. Вы столкнетесь с последствиями. Вполне конкретный ответ, пусть и высказанный журналистом провластного издания, а не представителем правительства. Вообще, стоит отметить, что в инициативе главы Тайваня о создании антикитайского блока все, начиная от используемых терминов и до присутствия в момент ее оглашения в зале американского генерала, говорит о ее вашингтонских корнях. Дело в том, что именно американцы в последние годы в своих официальных документах стали употреблять термин «индо-тихиокеанский регион» вместо термина «азиатско-тихиокеанский регион». Тем самым США подчеркивает одну из важных целей своей внешней политики. Создать в лице Индии и стран Индокитая – мощное препятствие для продвижения КНР в регион. Для Пекина, в свою очередь, Юго-Восточная Азия является основной зоной экономической и политической экспансии. Добыча нефти в Южно-Китайском море, возможность оседовать морские торговые коридоры, через которые проходит около 30% всех морских грузов в мире, и другие преимущества привлекают китайцев в этом регионе. Если держать это в уме, становится понятным, что заявление тайваньского руководства о готовности создать в регионе антикитайский блок – это только начало. Скорее всего, за ним последует активное лоббирование данной идеи американцами среди других государств азиатско-тихоокеанского региона. В разгаре президентской избирательной кампании в США Дональда Трампа было просто не унять. В своей неповторимой манере он фонтанировал радикальными заявлениями, в то время как его пиарщики не уставали генерировать позорные ляпы. 15 сентября Трамп пригрозил ответить в тысячу раз масштабнее на любое нападение со стороны Ирана, которое может быть предпринято в качестве возмездия за убийство генерала Корпуса Стража Исламской Революции Косема Сулеймани. Об этом он написал на своей странице в Твиттер. Цитата. Согласно сообщениям СМИ, Иран может готовить убийство или другое нападение на США в качестве возмездия за убийство лидера террористов Сулеймани. На любое нападение со стороны Ирана в любой форме будет произведена атака в тысячу раз масштабнее. Ох уж этот агент Дональд. Мастер махать кулаками после драки. Когда зимой после убийства Сулеймани, которое, кстати, американцы совершили на территории Ирака без ведома его властей, иранцы нанесли удары по американским базам в Ираке, Трамп не был столь воинственен. Да и вообще, с чего он взял, что Иран намерен мстить за убийство Сулеймани именно сейчас, когда более чем полгода назад официальные должностные лица Исламской Республики заявили о том, что убийство генерала отомщено. Ответ довольно прост и типичен для любого политика из любой страны, пытающегося создать образ жесткого и непоколебимого национального лидера. И этот ответ – выборы. В условиях продолжающихся беспорядков, инспирированных демократами в ряде американских городов, а также эпидемии коронавируса, от которой в США погибает больше людей, чем где бы то ни было в мире, Трампу жизненно необходимы внешнеполитические победы. Реальные и мнимые. Именно поэтому он активно участвует в заключении дипломатических договоренностей, создающих иллюзию решения застаревых проблем, как недавнее соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Косово и тому подобное. Именно поэтому он обрушивается со шквалом критики и угроз в адрес стран, которые американский обыватель традиционно считает враждебными. Как мы понимаем, Иран занимает в этом списке далеко не последнюю строчку. То, как рушатся подобные обвинения, показывает еще одна новость минувшей недели. Командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи признал отсутствие доказательств сговора России с террористической группировкой Талибан. Об этом сообщило агентство NBC News. «Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня», сказал Маккензи. При этом он отметил, что тема не закрыта и американская сторона продолжает искать доказательства. Пока Трамп фонтанировал угрозами в адрес Ирана, социологическое агентство Pew Research Center решило проверить, как изменилось отношение к США в мире за период пандемии коронавируса. Вот что пишет о показательных результатах этого исследования британская газета The Guardian. Цитата. «Опрос, проведенный исследовательским центром Pew Research Center с участием более 13 тысяч взрослых респондентов в 13 странах с развитой экономикой в период с 10 июня по 3 августа, показывает, что международное доверие к США и их президенту резко упало по всем направлениям, достигнув исторического минимума в нескольких странах. В Великобритании 41% опрошенных положительно относятся к США, что на сегодняшний день является самым низким показателем зарегистрированным опросом Pew. Во Франции менее трети оценили США положительно и чуть более четверти опрошенных немцев аналогично невысоким рейтингам, которые обе страны дали США во время вторжения в Ирак в марте 2003 года. Но дальше больше. По итогам исследования выяснилось, что из всех лидеров ведущих держав Трамп вызывает наименьшее доверие. В среднем 16% опрошенных в 13 странах были уверены, что Трамп поступает правильно в мировых делах. По этому показателю он уступает Владимиру Путину 23% и Си Цзиньпиню 19%. Кто знает, может быть, именно под впечатлением от этих цифр пиарщики Дональда Трампа начали генерировать для него рекламу, которую в наших Палестинах назвали бы не иначе, как с зарадой. Вот что пишет по этому поводу американское издание «Политику». Цитата. В цифровой рекламе, выпущенной 11 сентября сборщиком средств на кампанию Трампа с призывом поддержать наши войска, используются фотографии истребителей российского производства и российских моделей, одетых в военную форму. В рекламе созданной протрамповской организации «Сделаем Америку снова великой» изображены силуэты трех солдат, идущих по мере того, как над ними летит истребитель. Ролик впервые появляется 8 сентября, а его тиражирование продолжалось до 12 сентября. Вот уж действительно, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Хотя, справедливости ради, подобные ляпы у американских пиарщиков случаются частенько. Вот, например, музей авиации и космонавтики города Сан-Хосе поздравляет своих подписчиков в соцсетях фотографии российских самолетов, рисующих в небе флаг РФ. Вот американский конгрессмен выступает на фоне агитационного видео с российскими кораблями. А вот наглядная агитация на стене, гласящая «Мы поддерживаем наши войска», где эта надпись на американском флаге соседствует с легендой советского танкостроения танком Т-34. В общем, креативят американцы как могут. На радость сатирическим комментаторам. Средиземное море. Наверняка при упоминании этого географического региона у большинства наших зрителей возникают ассоциации с курортным отдыхом по системе All-Inclusive, жарким солнцем и теплыми морскими водами. Однако, с начала августа Восточное Средиземноморье все отчетливее становится очередной проблемной точкой на карте планеты. С каждым днем там набирает обороты греко-турецкий дипломатический конфликт. Стороны уже вовсю бряцают оружием и фонтанируют резкими заявлениями. Очередным толчком к обострению территориального спора о морских границах между Грецией и Турцией послужила отправка турецкой стороной в спорные воды геолого-разведочного судна «Уруч-Рейс» в начале августа. Поскольку реакция греков на намерение Анкары исследовать спорные воды на предмет наличия полезных ископаемых в частности газа была крайне отрицательной поход турецкого исследовательского судна сопровождался военными учениями Греции. По сообщениям СМИ в них приняли участие около 10 военных кораблей. В ходе этих учений произошло столкновение греческого и турецкого военных кораблей. 12 августа греческий фрегат «Лемнос» и турецкое судно «Кемаль-Реис» столкнулись в спорных водах. С тех пор и вплоть до сего дня обстановка между Грецией и Турцией продолжает оставаться напряженной. Так, в конце августа стало известно о том, что Греция на туристических паромах перебрасывает войска на остров Кастел-Ризо у побережья Турции, на морские воды, вокруг которого Турция заявляет территориальные претензии. Фактически, войска Греции расположены на острове в двух километрах от турецкой территории. Ценность этого острова заключается в том, что греки считают экономическую зону вокруг него своей и, соответственно, мешают Турции претендовать на воды между Кипром и Критом. Турция, в свою очередь, пытается найти юридическую аргументацию для своих претензий даже в условиях, когда США, ЕС и НАТО не поддерживают претензии Эрдогана и предлагают ему отказаться от давления на Грецию. Отдельно стоит сказать о вмешательстве Франции в греко-турецкое противостояние. Как сообщила британская The Guardian в своей статье о споре Греции с Турцией, цитата, «Турция должна прекратить геологоразведку, чтобы начать мирный диалог между соседями-членами НАТО», написал Макрон в своем твиттере, решительно назвав ситуацию, вызывающую беспокойство и обвинив односторонние решения Турции в усилении напряженности. По его словам, Франция временно усилит свое военное присутствие, чтобы отслеживать ситуацию в регионе и отмечать свою решимость соблюдать международное право. В прошлом месяце Макрон призвал ЕС ввести санкции против Турции за то, что он назвал нарушением суверенитета Греции и Кипра над их территориальными водами. Усиление французского присутствия в Восточном Средиземноморье в начале и середине августа заключалось в отправке в регион боевого фрегата и двух истребителей Рафаль. Разумеется, эти силы трудно назвать мощной военной поддержкой, но в данном случае показательная официальная позиция Франции, которая фактически приняла сторону Греции в конфликте с Турцией. Аналогичным образом поступили и Соединенные Штаты. Еще в мае американский посол в Греции Джеффри Пайет заявил, цитата, «Греческие острова имеют право на континентальные шельфы и право на исключительную экономическую зону, как и на материке. Мы призываем Турцию прекратить операции, которые увеличивают напряженность в регионе». Как вы могли понять из вышеизложенного, территориальные споры Греции и Турции в Восточном Средиземноморье это о разделе исключительных экономических зон и, как следствие, о праве добывать в них газ и продавать его в Европу. В начале десятых годов крупные запасы углеводородов были обнаружены вблизи острова Кипр, разделенного на греческую, формально независимую, и турецкую, непризнанную части. Турки сразу же заявили о том, что киприоты турецкого происхождения имеют такое же право на получение газовой ренты от добычи голубого топлива вблизи острова, как и их греческие соседи. Но особую остроту спор Турции с Грецией приобрел в текущем году. В январе 2020 года Греция, Кипр и Израиль подписали рамочный договор о строительстве 2000-километрового газопровода ИСТМЭД. Согласно проекту стоимостью около 6 миллиардов евро ИСТМЭД будет начинаться на месторождении Левиафан, тянуться до Кипра, далее до Крита и завершаться на территории континентальной Греции. Его начальная мощность определена в 10 миллиардов кубометров в год с возможностью удвоения, а также создания еще новых ниток. Фактически в проект этого трубопровода заложена перспектива транспортировки газа с еще не обнаруженных месторождений, расположенных на морских просторах, которые Греция и Турция считают зоной своего экономического влияния. ЕС поддержала трубопроводный проект, ведь запасы газа в Восточном Средиземноморье могут обеспечивать 10% потребности Евросоюза в импортном голубом топливе. Разногласия Греции и Турции в видении зон своего исключительного экономического влияния в Средиземном море, прямая производная от их желания добывать газ в этих зонах. Взглянув на греческий вариант карты экономических зон, нетрудно заметить, что он оставляет Турции лишь узкую прибрежную полоску моря, фактически полностью лишая ее доступа к природным богатствам. Главный аргумент греков при этом то, что они отсчитывают свой шельф от островов, некоторые из которых находятся в непосредственной близости от побережья Турции. Турки при этом настаивают на том, что имеют право на воды между островами Кипр и Крит, где и должен пройти греко-израильский газопровод Истмед. Более того, по версии Турции, она имеет прямую морскую границу с Ливией. Подобные претензии следствия укрепления турецкого влияния в этой североафриканской стране и желания бесконтрольно переправлять своим союзникам из правительства национального согласия Ливии любые грузы, включая военные. Греция и Египет не согласны с турецкой трактовкой. В начале августа страны подписали соглашение о морской границе, которое полностью нивелирует претензии Турции на морской коридор в Ливию. Анкара поспешила назвать эти договоренности юридически ничтожными. Вышеописанное демонстрирует нам важную тенденцию международной политики в Восточном Средиземноморье, которая в ближайшие месяцы и годы будет продолжаться. Заключается она в том, что все более независимая от внешних игроков Турция, стремящаяся стать региональной державой, все более жестко защищает свои национальные интересы, не брезгуя вступать в конфликты даже с союзниками по НАТО. Опасаясь дальнейшего усиления Турции, против нее объединяются Греция, Франция, США и евробюрократия. Данная история наглядно демонстрирует то, что мнимое евроатлантическое единство отходит на второй план, когда речь заходит о формировании нового мира панрегионов. На этом у меня все. С вами была Международная Панорама и ее ведущий Данил Богатырев. До новых встреч на КРТ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова